В Брестском компьютерном клубе «Хаос» прошел турнир по киберспортивной дисциплине «ФИФА-2022». Его название символично – 2702. Это дата проведения республиканского референдума по принятию поправок в Конституцию. Покатать по полю виртуальный мяч за пять дней зарегистрировалось 32 участника, поэтому многим желающим пришлось отказывать ввиду того, что порог киберфутболистов уже набран. Чемпионат организован общественным объединением БРСМ и проводится по олимпийской системе. Никаких нижних сеток, проигравший один раз выбывает. Единственный шанс зацепиться – стыковые матчи за первое, второе, третье место. Такая суровая система проведения подогревает соревновательный дух до уровня настоящего футбольного матча. Турниры интересны, потому что я считаю, что это почти как живой футбол. Такие же эмоции, такие же волнения перед игрой, надо так же настраиваться, так же надо тренироваться, потому что без тренировки не достигнешь полученного результата. И хочется сказать, что действительно возрастная категория довольно-таки большая. У нас в турнире можно участвовать от 14 до 30 года, либо по согласованию с оргкомитетом еще и старше. И мы видим по участникам, что действительно ребята разновозрастные, но я считаю, что здесь за контролем, за дуал-шоком, за джойстиком все равны. И кто умеет профессионально играть, тот и побеждает. Широкий возрастной диапазон турнира от 14 до 31 года позволяет принимать участие практически всем желающим. Стоит отметить, что организатор турнира Юрий Сигинюк и сам активный игрок. В прошлом году занял третье место на чемпионате по киберфутболу. Я тоже играю в FIFA, мне тоже доставляет большое удовольствие. Мне кажется, как организатор вроде бы и не надо играть, но, понимаете, тоже хочется проверить свой уровень игры на областном уровне, посмотреть, как я умею и стоит ли это мне заниматься вообще. Ну и хочется сказать, что действительно у меня самого большое волнение, у самого потеют ладони, потому что настраиваюсь на хорошую игру и не хочется, конечно, проиграть в первом этапе, потому что режим турнира очень жесткий. У нас олимпийская система до, так сказать, достыковочных матчей за первое, второе, третье, четвертое играется всего лишь одна игра. Поэтому нет права на ошибку, нет права не настроиться и поэтому, конечно же, нужно максимально выложиться в первом своем матче. Для самих участников подобные турниры, помимо соревновательной составляющей, дают возможность найти новых друзей, а также повысить свой игровой опыт. Я потому что занимаюсь футболом и мне нравится футбол. Вот играю, испытываю впечатлительные эмоции. Ну вот именно фифой я увлекаюсь, ну где-то месяца три, и значение для меня это, ну просто бизнес. К киберспорту я отношусь только положительно, и да, я, в целом, хочу в турнировую работать. Ну, потому что это хорошо развивает там всякие умения играть. В будущем подобные турниры будут проводиться чаще. Так, уже на целый год запланирован ряд киберспортивных событий по разным дисциплинам. FIFA, Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive. А это значит, что круг участников будет еще больше, а турниры, возможно, будут проводиться не только в рамках области, но и республики. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.